Игорь Анатольевич, давайте по трактору, по бортоповоротному острову уже облагородили. Ну, что-то делаю. Крылья маленько узковатые, некрасиво. Ну, потому что дверка, не было у меня дверкой большей ширины. Если тут, сюда больше загибать, там опять дыры будут. Я там сделал плотно, ну, получилось узковато. Ну, дверки у меня не было. А что за дверка-то? Дверка от шкафа атлетического. А, от шкафа. Как он называется, я не знаю. Релейный шкаф какой-то. Расширитель какой-нибудь перекрутить или переварить, наверное, можно будет? Да, в общем-то, и так сойдет. Я думал, это разогнуть. Опять, у меня ребра жесткости не будет, если я разогну вот этот край. Поэтому я оставил так. В крайнем случае, можно тут, как брат говорит, вот эту кромочку разогнуть и перекрутить резинку. Оно, например, где-то при наезде намяться не будет. Потому что все равно бывает, наезжаешь где-то в лесу, где-то на елку, не всегда бывает можно усидеть. Друзья, сиденье, да, интересно, кстати, сделано. У меня оно было на том тракторе, я на нем много лет ездил. Сам это. Ну, тому хозяину, которому трактор подал, оно ему не понравилось. Он поставил, коммерки приезжал, поставили ему автомобильное. Ну, не знаю, почему оно мне, мне оно нравится. На нем я ездил сам, это... Ну, тут же подвески нет уже, трясет на нем. Ну, да. Ну, сиденье, конечно, было изношено за 20 лет-то. Пришлось мне эту всю обшивку сделать по-новой. Друзья, те, кто за нами не следит или впервые попал, Михаил Анатольевич, самодельщик, умелец, с огромным стажем, больше 40 лет. А у вас? Ну, с детства что-то делать. С детства, да. Куча тракторов, и это вот его первый проект, бортоповоротный трактор увидел, загорелся. Видео уже выкладывал на ютубе и в тиктоке. В общем, компоновка простая. Коробка АК. Двигатель, дизель, 9 лошадей. Китайский движок. Сам коробки заваренный. А, вы его заварили? За счет зармаживания колес на одном борту, через дифференциал другие будут забегать вперед. Заворачивайте будут. Ну, я же говорю, что это я взял в интернете. У этого, там у него, короче, тоже серии этих сделаны. Видео, роликов, по борту, по воротному там. Но он, правда, из него хочет сделать экскаватор. Но последний я у него ролик, видеоролик я не видел. Я проверял, ничего нового не появилось. Потому что я посмотрел на них, наверное, не получилось. Какие вопросы есть, задавайте, пишите, спрашивайте. Прям готовы по ходу постройки отснимать. У меня здесь не будет стоять этот сиденье, где сделан этот. Здесь будет стоять аккумулятор. Ящик с аккумулятором и под инструментом. Почему аккумулятор у меня будет на пружинах стоять? Не здесь я буду стоять, а на пружинах. Потому что у нас был такой опыт, который, трактор-то самый Вознесенский, мы ему поставили аккумулятор рядом с дизелем. Ну, я не знаю, то ли он купил аккумулятор самый дешевый, где-то нашел. Он у него через месяц, короче, аккумулятор напряжения исчезло. Все. Не зарядка, не ничего. Либо был аккумулятор дешевый, либо от вибрации дизеля пластины отпали. Они же свинцовые, не тяжелые. Либо от вибрации. Поэтому я его не буду крепить вот здесь вот, на раме. Я буду крепить он это на сиденье. Пусть он сам это... Как сказать? Михаил Анатольевич, а давайте сейчас просто расскажите, с чего он собран, для чего делаете? Ну, то, что он маневренный будет очень. Я посмотрел по интернету, по видео, там он очень маневренный. Мне нужен маневренный. У нас огороды маленькие. Заехать, развернуться сам это... Бежал у нас вот, выезжаешь там, ну, метр хорошо, если... На этом метре надо мне как-то развернуться. А вот тот борто-поворотный, там ему надо много места. И чтобы вот развернуться, когда пошел... Не борто-поворотный, переломка. А, переломка. Там надо приходиться вот так вот, зад-перед, зад-перед, там маневрируешь пока сам это... Там, короче, это... А этот-то он почти что на месте разворачивается. Давайте по порядку, что в основе? Мосты от Жигулей, от шестерки привезли мне. Два моста? Два моста, укорочено, укорачил сам. Мосты укорачивали сами. Ага. Коробку я взял от автомобиля Атаки, потому что у меня коробка девятки сюда не вошла в раму вот эту. Ее, конечно, можно поставить, но надо было только с их вот так стоять. Не совсем это удобно для масла или, не знаю, для коробки, наверное, тоже. Раз она рассчитана работать в такой плоскости сам, а то ее переворачивать. Может, конечно, не было работать. Но опять скорости там получается, этот вал переключения с костей, он получается, когда развернешь, он получается в земле туда повернется тоже. Это мне тоже не совсем. Поэтому эта коробка у меня расположилась так, как она стоит на автомобиле, в таком же положении. Угу. Я могу тут ее... Вот я смотрю сочленение интересное здесь. Сразу в гранату, да, уходит с хвостовика редуктора моста. Сейчас я не думаю, она меня не приключена. Пожалуйста. Тут один мост. Второй мост у нас перевернутый, да, получается? Оба моста перевернуты кверт ногами. Оба, да? Поэтому дизель пришлось, чтобы не делать... Как, кстати, редуктор, менять вращение. Я дизель просто развернул, поставил его сзади. Ну, как вот его сделали, тоже так же. А мосты почему я перевернул, чтобы эти карданы коробка была повыше, чтобы проходимость у него там увеличилась. А тут эти взяты в шрус от Нивы, от промежуточного вала. Вот он маленький, коротенький очень. Это от гранаты взят только корпус. Ну, сам стакан, так называемый. К нему он там приварен от Нивы, от этой. Ну, вот эта рогулька-то. Она приварена там вот все. Там я сделал от УАЗика шлицы, от кардана взял. Для того, чтобы мне снимать коробку было, чтобы не отодвигать ни мосты. Чтобы сам эту коробку открутил, вот это флянцы открутил вот этот. Его тогда подвинул немножко по этим посетям. Коробку вывернул и из этого флянцы вытащил. Чтобы мне для удобства ремонта и снятия коробки, может, конечно, не надо будет. Ну, на всякий случай надо тоже присмотреть. Чтобы мне не отпустить мост, не отодвигать его потом, чтобы снять коробку. Понятно. А шкив? Пластину не стали делать, да? У вас просто опорный подшипник там и вал, да, выходит? Пластину мне, потому что здесь все равно надо этот уголок крепить в коробку. Я вот и здесь закрепил, кронштейн сделал, где у меня вот это заводское крепление там есть. А, и вот здесь уголок пустили и коробку к нему, да? Здесь просто уголок прикрутил еще здесь. Хотя она меня нашли на этих... Уголок ты еще не закреплен, на отверстие. А, тут ножки и кресла. Я не стал пока сам кресло прикручивать. Я могу прикрутить. Это шкивы взятые, вот эти два ручья, от этого магазина купил, от мотоблока. Ну, один ручей не пойдет, вот здесь будет массивный насос на ША-10. Пойдет один ручей. Здесь я хочу сделать еще вал отбора мощности. Второе ручей не пойдет на вал отбора мощности. Ну, включаться вал отбора мощности, как на мотоблоке. Шкив тоже от мотоблока. Он будет стоять вот здесь вот. Под этой рамой. Ну, включение вала отбора мощности, как на мотоблоке. Натяжение ремня. Я понял. Потому что у меня уже там к этому есть фреза. Поэтому надо ее под нее делать. Но фреза, она у меня была с отдельным двигателем. А зачем мне этой мощности вот эту? Я потом просто перецеплю ее сюда. Так, а что хотите с вала отбора мощности запитывать? Так вот у меня есть там фреза. Фреза. От мотоблока переделанная. Ее крутить. Покупная переделанная. Ну, эти лапки, конечно, покупные. Потому что не вырезать эти крючки. Фреза называется целина. А этот шкив от какой-то в тракторном магазине я купил его. Что за шкив от такой машины, я не знаю. Ну, приспособил я его сюда. Шпонка у меня есть средка линовая. Я ее сделал из болта, чтобы потом шпонку можно было вытащить. Гайку закрутил ее. Из-за нее можно сделать. Я вот думаю, что за интересная конструкция. Болт обточили под квадрат. Да. Резьба осталась. Но шпонку... Оставил. Вот на фрезерном сумке я делал эту шпонку. На этом джет. Ну, там название это джет отпало. Ага. Ну, там оно где-то было уже в обзоре. Так. Все. По-моему, это крыло. Съемные, да, крылья? Не перекрутили еще пока? Да, я вот не стал пока включить. Конечно, они еще будут последние к сиденью крепиться. Потом. Еще надо вот эти болтики приварить. Удобнее было снимать. Шкиф нижний взятый от компрессора автомобиля ГАЗ-66 от бензинового двигателя. Потому что на дизельных двигателях там нет шкивов. Сейчас я все разберу. У меня, потому что здесь так, кроме этого шкива остальное все сделано. Здесь еще будет стоять натяжной рулик от мотоблока. Угу. В шкив вставленный, как он называется, паук от жигулей задний флянец коробки передач. Старого образца. Старого образца они были вот такие крупные шлицы. Сейчас новые, а не мелкие шлицы идут. Там просто вот он в средину вставленный. Там гайки еще стоят для того, чтобы эти раздвинуть. Шкивы, чтобы они вот подходили под этот. Все у кого-то будут вопросы. Он достается, да Вал? Вот, друзья, посмотрите насколько открытый человек. Я хотел просто небольшой обзор снять. Михаил Анатольевич готов все нам открыть и разобрать. До болтика показать. Если кому-то что-то интересует, чтобы вопросов не было. Потому что чертежей у меня нет. Проект у меня весь такой проект в голове, скажем так. Пластину я не стал делать. У меня, во-первых, не из чего делать. А во-вторых, все равно надо уголок. Я уже так делаю. На трактора найти коробку от пластики. Я тоже здесь пропускал уголок. И чтобы за него крепить коробку. И в нем установить подшипник. Для маховика. Вот эта болта. Чезовато идет. Там резьба такая. Шаг 1.25 на 10. Это какой уже по счету у вас трактор? Ну это уже, получается, тринадцатый. Тринадцатый трактор. Это помимо других самоделок. Друзья, вот там на втором плане садовая бензотачка мелькает. Бензотачки и мотолебедки. Мотолебедки штуки три уже я там их сделал. Потом еще мотособаку делал. Электролебедку мощно вы делали. Ну это я не себе делал. Это по просьбе трудящихся. Поэтому я ее не считаю. Так что управление. Так-то, ну я кажется, уже просто тормоза сейчас, оба кольца тормозили так. Сейчас у меня трубочки будут сделаны вот так вот. На одну сторону. Вот купил эти... Главный цель выжима сцепления от жигулей. Вот у меня здесь будет рычаг. Цельного металла нету. Вон буду из кусочка варить. И вот из этих пуски остались я их сварю. Двойка варится. У меня получается двойка варить. Я думаю, что я руками это я не смогу его отломить. Кидать металлом жалко. Я их сварю и их пущу в дело. Вот они будут здесь стоять в это... Здесь пластины приварятся. Вот эти будут стоять два. Здесь рычаг тяга. Ну, ногами тут, наверное, придется закрыть потом. Я нажимаю вот так вот сам это. У меня это выжимает. Эта сторона тормозится. И на той стороне тоже так же. Как раз бачки от Жигуля, они как раз с двумя этими шлангами. Как раз мне один шланг сюда, другой туда пойдет. Бачок будет один. Бачок у меня есть. Только пока еще у него нету пробки. Ну, пробку куплю, может, в магазине. Сам то, что пробки продаются у них с этими датчиками, как с уровня жидкости тормозной. Что если она будет уходить, то там датчик на машине будет сработать. Мне датчик-то не нужен, потому что мне будут они перед глазами всегда. И что я буду датчик выводить? У меня принцип-то самый какой. Чем проще, тем надежнее. В общем, вот, делаем потихоньку. Ну, единственное, пристает работа все это зачищать и красить когда-то. Но я думаю, что, наверное, я это буду сделать после испытаний. Как он у меня будет ходить. Может, не стоит их красить. Может, так и продать потом не крашу, да и все. Даня, я уверен на сто процентов, что он забегает. Я тоже уверен, куда он денется. Пойдет. Погрузчик тоже не хотел долго мне время работать. Два года мне не хотел, но я его вынудил. Куда он против меня-то? Так. Вот и не усный бочок. Бочок у меня был на том тракторе, а потом я его делал на погрузчик. А сейчас зачем мне варить что-то новое... Бачок-огнетушитель порошковый ОП-5, там приварена трубочка для забора масла, здесь для слива масла. Распилитель пойдет сюда, и надо еще дренаж мне от этих, одно отверстие, одно-то мне не нужно. Дренаж, цилиндры, они в одну сторону работают, чтобы это масло не бежало мне на дорогу, на землю, дренаж просто будет сливаться в бак. Потому что любой цилиндр все равно пропускает немножко масла, при работе он все равно прорывается через уплотнение. Потом накопится и видно, что капает, поэтому я и в бачок. Здесь будет стоять масло-насос МШ-10, в этом месте, ну там я уже говорил, там волос-бомощники. Здесь будет стоять распилитель рядом с сиденьем. Ну, как распилитель? Кран будет трехходовый, я хочу использовать, трехходовый кран. У него как раз три положения, мне как раз три надо. Подъем, зафиксированное положение и опускание. Кран я уже купил еще в прошлом году, хотел ставить на тот трактор. Вот он будет у меня. Я купил под эти шланги по 22, как раз у меня здесь от комбайна используются 22 комбайна шланги. Так он будет стоять. Вот раз я решил использовать заводское, не делать самодельный распитие, потому что самодельный там капает все равно, как бы я там плотно не старался сделать тщательно. Привод сцепления. Здесь просто будет тяга, проходи сюда. Здесь я приварил трубу для этой, втулку, внутренней 20. Здесь пойдет сама рычаг, здесь педаль пойдет. Здесь будет вот эта стоять. Здесь просто тяга пойдет отсюда, вот на эту. Вот это я обрежу лишнее-то. Хотя, конечно, можно ставить ручной. Так он не нужен ручной, эта степень все равно, если педаль будет, зачем она. Вот здесь это будет вот так вот. Педаль нажимаешь, это пошла, здесь просто тяга. Тоже конструкция получается простая, а значит раз простая, значит надежно, ломаться нечему тут. Тросиком хотел делать, это перегибы будут тросик, это все лишнее самосопротивление, самое, на перегибах трос будет носиться. А я его сделаю напрямую и все. Так, ну что, все вроде. Электрооборудование, поворотники ставить я не буду, в деревне они не нужны по дорогам общественного пользования. Ездить все равно на нем нельзя. Показать по лесу повороты некому. Если лисам и зайцам, так я, по-моему, все равно покажу, а повороты не покажу. Это тоже вот, какая-то бы лестница подобрал. Там были вот эта просечка, ступеньки были. Конечно, вот пол-то бы из просечки сделать было бы очень хорошо. Но опять же надо покупать эту просечку. Поэтому у меня был это самое тоже опять какой-то щиток от кого-то, ну я же на пространстве работал. Там же в одно время метлом все сдавали, вываливали ногу, я кое-что подобрал. Сейчас вот жалею, что мало подобрал, надо было брать все вот тут. Что тут? Попол-то тут хорошо катается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok